Друзья, телерадиоканал Страна ФН. Здравствуйте всем, меня зовут Александра Хайрулина. Очень и очень рада тому, что вот только что Леночка Князева была на ваших экранах и в приемниках, и теперь смотрите, она у нас в студии. Лен, привет! Привет! Привет огромнейший тебе! И сразу хочу обратить внимание тех, кто нас смотрит. Посмотрите, пожалуйста, на мой прикид. Сегодня, как ты говоришь, спонсор... Спонсор сегодняшнего выпуска хит личный от Лены Князевой. На самом деле, я очень давно хотела на эфир именно к Александре. Слушаю этот жизнерадостный голос и очень давно думаю, как же я поду. Я поэтому пришла с кучей подарков, я давно готовила, я давно ждала и очень люблю вообще Страну ФН. Спасибо тебе огромное! Мы сегодня поговорим подробно и о твоем творчестве, и о твоем бизнесе и увлечении. Ты же, помимо того, что поешь и пишешь, прекрасные клипы снимаешь, ты же у нас еще и актриса, ты же у нас еще и телеведущая, ты еще и ювелир, и дизайнер, и парфюмер, и, боженьки мои, я не знаю, что нас ждет еще впереди, но я уверена, что ты обязательно еще... Мне кажется, еще хватит уже, понабрала уже, не могу вынести сама. Это будет захват просто всемирного масштаба. Но самое главное, друзья, у нас сегодня в эфире состоится премьера, ну, очень классного клипа. Личные и премьеры, и клипа, и песни будет премьера. Ну и, конечно, еще один из поводов визита Леночки, это, конечно, завтрашний концерт. Лена, давай сразу. Не раз еще о нем будем в течение часа напоминать, но вот начнем прямо сейчас. Я, правда, приехала только с репетиции. Сегодня рано с утра, хотя нормальные люди не делают репетиции, но поскольку у меня реально расписано все очень плотно, мы репетировали с 10 утра, полным составом музыкантов, никто даже не опоздал. Вот, потом я приехала сразу же к вам. Концерт будет завтра на Площади Победы, Дом 3Б. Это такая площадка-высота с обзорным видом на Москву, на закат, на Поклонную гору. Площадка очень красивая, очень такая, не знаю, объединяющая людей. И завтра, 1 сентября, кто-то идет в школу, а я иду на концерт. И что все, кто будет гулять вечером на Площади Победы, подходите к Дому 3Б, вы сразу его увидите, он освещен дополнительно. Вот мы уже с сегодняшнего дня, прям как в песне, с сегодняшнего дня ставим свет, звук, монтируем техрайдер и так далее. И ждем очень всех завтра. Ну, репетиция действительно проходит очень серьезно. На всяком случае, у тебя вот в соцсетях были... Я даже в моментах хореографических вот этих вот тренировок. Так что танцы будут, будут роскошные наряды уж в этом точном, мы не сомневаемся. Только вчера забрала от стилиста Алисы Бохи. Это стилист замечательного артиста Веры Брежневой, который одевает всех наших самых стильных селебрити. Вот я очень горжусь нашей дружбой, нашими отношениями. Вчера она меня собрала, прям буквально придумали лук на ходу, но, тем не менее, вот так все и происходит творчески. Ну, наверное, это даже бывает иногда гораздо удачнее, когда вот так вот все спутанно. Чемко думаешь, подумываешь, придумываешь, стараешься, поживаешься. Ты сидишь раз передумываешь, действительно. И ничего не приходит в голову, а потом как-то раз приходит озарение. Такое, знаете, я считаю, надо все сделать вот в моменте какого-то вдохновения. Чем вы мучиваете себя, то, что вот, ну, никак не дается никакими, там, не знаю, внутренними ресурсами, и вселенная не помогает к тому же. Поэтому оно пришло, и мы здесь смастерили такой наряд, который увидите завтра. Да, даже не буду спрашивать, что это будет, лучше пусть это будет действительно для нас, для всех, очень сюрпризом. Хорошим сюрпризом. Друзья, мы продолжим общаться с Леночкой. Вы пока, пожалуйста, посмотрите, послушайте клип Полины Гагариной. Ну, а премьера клипа и песни личные Елены, конечно, в ближайшее время на стране FM. Наш замечательный эфир на телерадиоканале, конечно, продолжается, друзья. У нас Леночка Князева сегодня. Впереди нас ждет чудесная премьера песни и клипа личные. На мне вот совершенно чудесный свиншот, да, прям, как сказать? Здесь портрет Лены, и здесь вот лично, здесь хэштег. И, между прочим, какой-то идет безумный заказ, уже мода появилась даже на такой вариант. И пишут у тебя в соцсетях, что даже уже Соединенные Штаты Америки там будет. Мы отправили вчера партию в 100 штук в Нью-Йорк. Есть там накладные платежки, они оплатили доставку, оплатили партию. Это кто там твои фанаты в Америке? Я, честно говоря, вот так удивляюсь, я просто сделала небольшую партию в 30 штук, ну, как бы, дарить людям, которые там поют песни, которые выкладывают, которые делятся лично, текст хэштег лично, Лена Князева. И очень много видео, я тебе сейчас за кадром рассказала, что сделано более 200 коверов, я не преувеличиваю, все они посчитаны, на цифре 220 я сбилась. Я просто захотела как-то людей отблагодарить за то, что они так неравнодушны к творчеству, потому что сейчас быть артистом в нашей стране не так просто. Тем более, если ты пишешь сам и делаешь свою авторскую музыку, и когда такая поддержка мощная идет, мне захотелось просто людей отблагодарить. Я заказала по своему дизайну, опять же, по мотивам своей песни, которую тоже написала сама, вот эти вот лонгсливы, как модно говорить, толстовки, свитшоты, как хотите. И как только я повесила, сразу у меня пришел заказ. Причем у меня в Америку ушли уже две партии моих духов, о которых мы только позже поговорим. Да, обязательно. И мы вчера отправили 100 штук, они прям, я почему объяснила, что это фан-история, что это фан-арт, что мы просто дарим, а она говорит, мы хотим выкупить вот партию 100 штук. А у тебя именно идея такая возникла вот на песне личной, да? Да, но просто этого не было прям такого масштабного, как бы, да, такого ответа от людей, такого, да, как сказать, бэклайна. А сейчас я вижу, что он пошел, когда я чувствую, что какое-то такое настроение идет, то ли осень, то ли действительно песня о личном для всех, личной, да неприличной. И мне пришлось, как бы, сделать вот такую вот масштабную такую штуку. И кому-то я, конечно, дарю, кто-то придет на концерт завтра, кому-то мы отправили. Есть возможность будет завтра получить колонку или купить? Да, я знаю, что уже сбронировано, просто я сделала небольшой конкурс, опять же, под видео нужно было написать белка по одной букве, так, чтобы не перебил. И в итоге там у меня накопилось больше тысячи комментариев, там, тысяча двести уже примерно, если даже не больше, не смотрела. И люди хотели просто эту толстовку. Ну, а как ты завтра будешь их все-таки определять? А у меня осталась какая-то часть, кто там подтвердился по спискам, заказал столы. Конечно, я им подарю, потому что я знаю, что огромное количество людей, они интересуются и моим творчеством, и очень любят эту песню, выкладывали, и пели, и завтра придут. Поэтому я, конечно, не могу не отдать что-то взамен, потому что действительно эта песня вызвала такой прям широкий резонанс, и в моей карьере артист, наверное, такая она сейчас одна из самых, не знаю, любимых, что ли. Огромные паблики, миллионные, по своим сетям, Инстаграме, ВКонтакте, поддержали тоже и сами выкладывают сторонних артистов, которые поют мою песню. И даже многие не знают, что я автор, я поэтому прошу, если кто-то выкладывает, напишите, что хотя бы я не писала, как бы я просто писала дома и слова, и музыку, она действительно там из глубин моей души. Я сижу сейчас, я прямо ощущаю аромат парфюма, духов, который ты мне подарила девушки, девушки, женщины, мы обязательно поговорим о парфюме. Об этом тоже. Да, о велюрных изделиях, но чуть позже сейчас у нас коротенькая реклама, а потом, конечно, клипы песни Лены Князьевны. О, я волнуюсь. Но это еще пока не премьер, это будет ключица. Ладно, хорошо, да, да. Пока мы потихонечку нагнетаем. Все переживаем. Вернемся скоро. Друзья, я не знаю, подозреваю, что нет, но поцеловать ключица, наверное, завтра Лене не удастся, но если удастся, то далеко не всем. Но прийти, конечно, вы должны, если будет такая возможность, завтра у Леночки концерт. Лена, где? Давай еще раз напомним. Эта площадка называется «Высота». Это такое трехстажное здание, обзорное, концерт будет на крыше. Мы уже очень сильно заморочились с тех райдером, потому что, оказывается, не так это просто сделать концерт на крыше, чтобы вас не задуло, не смыло дождем в условиях московской погоды. Мы прямо уже месяц мониторим каждый день, потому что мы очень хотим сделать достойно. У нас много живых музыкантов, это полностью живой звук, вот, естественно, мой живой вокал, не поюсь этого слова, вообще полный состав живой, поэтому мы будем делать на крыше красивый концерт с видом на город, на закат. Приходите, приходите. Площадь Победы 3Б, начало в 20.00. Что касается вот клипа «Ключица», во время звучания этой песни в нашем эфире клипа... Я все рассказала. Лена мне рассказала, там невероятная история, и она, на самом деле, очень долго и интересная. Мы, давай, Лена, пообещаем, что как-нибудь в следующий раз мы расскажем эту историю, потому что сейчас мы обещали рассказать про твою парфюмерную историю, невероятно красивую. Да, я вот начала сказать Александре... Вот сегодня Лена подарила вот такие вот духи. Я подарила Александре духи, которые называются Немирея Фитбелка, Ивнин Копанган, и духи я посвятила те люди, которые знают меня, следят за мной. Я не в курсе, что посвятила любимому острову в Таиланде, он называется Копанган. Огромное количество людей этот остров знают, любят. Это такое не просто условочное место, не просто место, где люди занимаются йогой, а это один из немногих островов в мире, где огромные залежи розового кварца, и для меня такое место силы. Поэтому каждый год, 31 декабря, а точнее 1 января в 7 утра, я собираю все корпоративы, после всяких работ корпоративов, охрипшая, оглохшая, совершенно там, с разным размером глаз, и такая полностью абсолютно окосевшая и обалдевшая. После всего декабря я в 7 утра уже встаю в аэропорту, в Домодедово это обычно, и вылетаю в Таиланд, где я мчу на любимый остров, и там живу примерно месяц. Я бы, конечно, жила и больше, вообще бы там жила, но неотложные дела и так далее. Я не могу бросить, подвести людей, с которыми стоят договоренности, поэтому я провожу обычный месяц. В этот раз я очень не хотела уезжать, остров очень сильно засосал, он действительно волшебный, прям, почитайте про Копанган, Таиланд. Вот, я просто ехала как-то ночью, после шторма, когда выключился свет, не было ни освещения, вообще не работали фонари на острове. Прям был, кто помнит, потоп, наводнение, и даже все западные СМИ, и тем более тайские, передавали, что лучше туристам в Таиланд не ездить, тем более на острова, потому что там действительно катастрофа. И вот я ехала на байке ночью среди палем, под небом, где были только звезды, ничего больше, и думала, как же я хочу сохранить в себе такое ощущение свободы, счастья, какого-то, не знаю, внутреннего равновесия, ощущение, что вот ты настоящий, вот ты пришел к себе. Я подумала, что это можно сделать через запахи, и я написала пост в Инстаграме от 21 января, он до сих пор висит, пытливые умы и недоверчивые глаза могут прям зайти в мой Инстаграм Белка Раша, найти его, где я попросила профимеров со всего мира сделать мне вот духи с запахом вечернего Копангана. Да, надо сказать, что Алена, она, между прочим, дипломированный парфюмер, да, ребята. Есть у меня диплом парфюмер, это правда. Мало того, что я дипломированный филолог-переводчик с румынского и итальянского, я закончила филфак МГУ, если кто не знал, я вот по обмену училась на юге Франции, и пока у меня было время, чтобы не прозябать, так сказать, в школе румынского языка и итальянского языка, а то я там прозябала, знаешь ли, вот в Грассе на юге Франции. Вот, я пошла учиться в школу в Грассе, это был парфюмерный дом Галимара, и меня там за три дня научили, ну, по крайней мере, отличить базовую... Казан каким-то таким, да. Да, базовые ноты, верхние, средние, я расписала, какие должны быть по составу духи, состав на самом деле очень сложный, это и кокосовая стружка, которую они жгут каждый вечер, кокосовую скорлупу на острове, и ноты рыбы на льду, и бобы тонко, и запах пены капучино, и свежесвеченный хлеб в печке, и йод, и море, и так далее, став действительно очень сложный, он подробнейшим образом расписан в моем посте в Инстаграм, и откликнулась человек, наверное, вот 50 парфюмеров с разных стран, от Токио до Лос-Анджелеса, и проще всего мне, конечно, было найти взаимопонимание с нашими парфюмерами, их было, кстати, не так много, как неудивительно, больше как-то англоговорящие люди отреагировали, потому что после размещала на двух языках, и мы соговорились с Николаем Реминым, это замечательный парфюмер, один из самых лучших в России, хотя, на мой взгляд, он просто лучший, и парфюмерный дом Немере сделал мне 10 вариантов, 10 вариантов аромата, что вы понимали, которых я выбрала, да, мы собрали фокус-группу, протестировали духи, и все-таки я выбрала свой вариант, потому что я хотела сделать не просто коммерческие какие-то духи, а именно такой лимитированный продукт для души, прежде всего, чтобы он нравился мне, чтобы я получила то, что я так хотела. Блин, она очень хорошая, я хочу вам даже раз показать, да, вот этот чехольчик сумасшедший, очень красивый. Очень маленький флакон, но надо сказать, что остерегайтесь подделок, друзья, в продаже нет этих духов, поэтому где-то сейчас увидите вот это все. Я отдала Александре свой флакон, он в кожаном чехле, чехлы сделала студия Street Wave, это люди, которые занимаются раскраской обуви, кастомизации обуви, сумок, курток, они вот сделали у меня такие вот чехлы для духов, а на одном из них было расписано мое имя, но тоже выкупили у меня духи, просто я уже оставила последние для себя, думаю, никому не отдам, не могла не отдать Александре, мне очень важно и приятно, что тебе понравилось. Давай расскажем, почему нельзя их купить, оказывается, там все очень серьезно, там эти ингредиенты. Это очень тяжелый процесс производства духов, я как артист раньше не подозревала, что это отдельная индустрия, это действительно очень непросто собрать ингредиенты. У нас духи всего 15 миллилитров, они очень концентрированы, это не туалетная вода, там не дымка, не легкие какие-то воды. Действительно, духи, они такие немножко мысленистые по структуре, и когда обрызгаешь на кожу, они садятся такими как бы, таким дистиллятом, мелкими капельками, как икра, такая мысленистая. Они очень насыщенные, ингредиенты дорогие, они редкие. Сами понимаете, что запах кокосовой и горящей стружки добыть не так уж и легко на самом деле. Поэтому это не только альдегиды, а действительно большое количество натуральных ингредиентов, поэтому мы их добываем с разных стран, от Голландии, Америки. Но шанс есть, что появится все-таки. Мы, я думаю, что сделаем еще одну партию, потому что запрос велик. Мы продали, просто моя ошибка была, что я продала почти всю первую партию в Америку. Но тоже был запрос, и не могла отказать людям, которые предложили выкупить почти всю партию. Причем продают они их почти в 10 раз дороже, чем я сделала сама. Так что, если кто-то меня обвинит, что я тут как-то вот разбогатела себе на дом на Рублевке, то это на самом деле не так. Американцы разбогатели точно, я думаю, они еще перед передавали. Абсолютно. Для меня вопрос был этой имиджа и такой нишевости продукта, но я, как бы честно скажу, она это ничего особо не заработала. Вторую партию мы сделали тоже, она очень быстро разошлась. И вот последнюю мы сделали тоже практически сразу. И сейчас мы ждем ингредиенты, если они все-таки поступят как-то к нам на рынок. Мы ждем. Если мы их добудем, растаможим, доставим, то мы сделаем эту партию духов, но больше их действительно нет. Друзья, мы продолжим общаться с Леной Князьевой. И оставайтесь с нами, сейчас небольшой перерывчик, и мы вернемся. А у нас в гостях сегодня Елена Князьева, друзья. Мы уже поговорили про песни, про клипы, про концерт. Завтрашний к нему еще обязательно вернемся. Про парфюмерию, про дизайнерскую одежду. Ну а теперь я очень прошу тебя, расскажи, пожалуйста, нам про твою ювелирную историю очень красивую. Я с восторгом диким обнаружила недавно, даже демонстрация там небольшая какая-то. Значит, барракуду называть. А, искобара. Ну почти как барракуда. Барракуда, кстати, очень коммерческое название на самом деле, очень крутое. Надо как-то его приберечь для себя. Вот. Ну, так сложилось тоже. На самом деле я всегда очень напрягаюсь, когда человек, он очень много на себя берет, тащит какую-то непосильную ношу, как я. И швеции же нет, он у людей и Греции. И я думаю, что лучше бы он что-то одно хорошо делал. Но вот у меня тот случай, когда я действительно... А я не могу что-то одно делать. Да, у меня вот к чему тянется душа, то я и делаю. И мне, конечно, помогает большое количество людей, которые меня вдохновляют, которые берут какую-то часть полномочий на себя. Я бы одна, конечно, не потянула и музыку, и писать, и слова, и тексты, и аржировки, и выступать живыми музыкантами. Я достаточно много выступаю, и концерты у меня тоже есть, и еще делать и толстовки, и духи, и продюсировать себя. Я не знаю, что, и танцевать, и еще и ювелирку. Многие скажут, куда, зачем? Но на самом деле тоже давняя страсть. Это образовалось не сейчас, не вчера, не позавчера, и даже не 10 лет назад. Я очень люблю хорошую ювелирку. Чуть-чуть в ней немножко понимаю в камнях, и моя особая страсть — это изумруды. И вот я какое-то время делала для себя, и у меня как раз было такое, что у меня прям покупали мои кольты, которые делала для себя. Снимали прямо деньги тебе, Саварев. Ну, не прям так, но в Америке раз было такое, что у меня не было денег, я продала кольцо. И прямо на эти деньги жила, собственно, месяц я проживала. Ну, да, такой эксклюзив. Да, тем более в Америке это стоит намного дороже, чем у нас. У нас вообще рынок в стране очень особый, я уже поняла. У нас хорошо идут бриллианты и изумруды. Собственно, то, чем я занимаюсь. Бриллианты, в большие деньги я не лезу. Но я покупаю изумруды, это либо мудра. На тебе сейчас... Это бриллианты. Это просто подарок. Нет, это просто подарок. Это никакой отношения ко мне не имеет. Вот мои с меня все сняли, тоже я все продала. Последний раз, последняя покупательница, я собрала два кольца, а оно было моим личным. Подожди, а как если кто-то сейчас заинтересовался? Очень много пишут. Я делаю тоже небольшие капсульные коллекции. Первая коллекция почти сразу, прямо по предзаказу работаю уже. Потому что ювелирка, это не духи, это, ну, как бы, не маленькие деньги. У тебя прям есть эскизы, рисунки? Есть инстаграм, есть эскизы, есть рисунки. Весь телефон забит у меня музыкой, эскизами. Прямо сейчас у меня ходят в разработке два кольца, одно из которых уже выкуплено, хотя оно даже еще не готово. И остался только один камень в 18,5 карат. Вот это наш изумруд, с мерсторождения Малышева, с документами, с бумагами. Я хочу сама хоть как-то поносить его, пока его не забрали. Прежде чем его поносишь, оно потом дороже. Гораздо будет уже при продаже. На самом деле считается, что это как бы кольцо вроде как ношеное, но не бывает золотнее такого понятия. В крайнем случае можно его отполировать. Это то, что не теряет своей ценности, тем более там большинство камень. Это же смотря кем, Леночка, когда ты абсолютно счастливый, удачный очень человекик. Пусть продолжается все так же, ни в коем случае не сгладим. Но вообще изумруд камни дальше. Изумруд – это такой камень, который притягивает, не знаю, деньги. Он сам такого зеленого цвета. Это камень очень энергетический. Я делаю так, чтобы камень соприкасался с кожей. Поэтому мои обладательницы колец, они всегда говорят, знаете, у меня так жизнь менялась. Вот недавно женщина купила, и она почти сразу вышла замуж. И вот сейчас вот забеременела. Записываемся всем в очередь. Нет, не надо, пожалуйста, я не снимаю просто кличку. Хочу более, она такая как бы взрослая клиентка. И у меня клиенты такие достаточно уважаемые люди. Поэтому я не могу никого даже не называть, ничего. Но вот она на единство согласилась фотографировать, я его выкладывала. Вот, она купила сразу два кольца. Одно кольцо было с большим камнем. С счастливой обладательницей. С колумбийским, большой колумбийский изумруд, почти 13 карат. Такой кабошон, капля очень чистая. И второй, это наш тоже уральский изумруд. И вот сейчас я нашла. Это же не просто так, я делаю все сама. Нет такой команды людей, которые бы, не знаю, мне папа оплачивал, они бы что-то делали сами, закупали, искали. Я сама нахожу поставщиков, я сама с ними договариваюсь. Я сама рисую 3D-макеты дизайна колец. Я сама поправляю каждую мелочь вплоть до обсыпки, до качества обсыпки, которая должна быть на кольце. Я сама делаю все. Поэтому я купила почти на раз всего два камня. И вот одно кольцо уже готово. Хорошо, что ты еще добываешь их не сама. Не говори. Хотя бы это я делаю не сама. И второй камень пока освободен. Кольцо 18,5 карат. Причем оно сделано не по дизайну. Там, не знаю, картье, шапа и так далее. Такие именитые дома. Я придумываю сама. И у меня есть разработки от рисунков моих каракулей до 3D-макетов моделей, которые я тоже лично и которые потом поэтому раскупаются. Поэтому я делаю такую как бы лимитку, которая мне нравится самой. И, конечно, ювелирка как бы это деньги и не маленькие. То есть у меня продукты на все ценовые категории. Есть толстовки, есть духи, есть песни, есть музыка, есть ювелирка. И классные песни. И замечательные новые клипы. Вот сейчас мы уже с тобой подбираемся. Подбираемся к премьере, да, наконец, друзья. То, что мы вам уже здесь полчаса обещаем, обещаем, обещаем. Леночка, ну твоих вот прямо несколько слов в истории песни как появилась. Это очень личная песня. Это правда песня очень личная. Я написала сама слова и музыку. Даже не только слова и музыку, а вплоть до того, что я бэки прописывала сама. Я знала, какой должен быть интервал. И мы сейчас на репетиции очень сильно заморачиваемся, потому что кто-то считает, что это нужно опять внизу, и я считаю, что нужно опять наверху. И песня такая «Запомни постонам меня, из лучших не нужная я». Вот эти сложные переходы, вот эти полутоновые перепады, вот они отражают, мне кажется, всю суть женской души, сердца. Поэтому песня скорее для женщин, чем для мужчин. Мужчины очень разные островы прислают на песню. Что-то мне тоже нравится. Не может быть. Не может быть такого, чтобы не понравилось. Потому что я писала от всей души, от всего сердца, действительно песню личной, которая просто не нашла другого названия, как вот личной через хэштег. Как есть, так и назвала. Клип еще никто не видел. А про клип расскажи, пожалуйста. Клип мы снимали с моим другом. Клип снимали с моим другом Валиком Гроссу, который снимал клип на сегодняшний день. Мы вели переговоры с пятью режиссерами, причем с женщинами. И только он, как истинный мужчина, режиссер, смог найти какие-то подходящие референсы, слова, и такое ощущение, что я доверила снимать. Потому что я понимала, что клип как может запороть эту историю. История очень сложная, неоднозначная. История непростая, необыденна, я бы сказала. Поэтому мне хотелось, чтобы видео очень сильно как бы приподняло этот клип и все-таки как-то помогло донести до моего слушателя песню личную, а не при личном. Ну все. Я волнуюсь. Если вы готовы, да, мы запускаем с огромным довольствием. Очень красивая, сильная вещь. Ближе к телевизорам, к гаджетам, если она смотрится, если слушаете, к приемникам, потом посмотрите в повторе программу. Елена Князева личная. На телерадиоканале «Страна ФМ». Премьера. Напиши мне в личные, кто из нас стал лишним вдруг. Самираю мысленно, а потом провал. Клубы дыма до утра. Не курю, но вдруг пора. Чёрный шёлковый наряд Заскользнёт с плеча. Запомни по стонам меня Из лучших не нужная я. Запомни меня, как сейчас Запомни меня, как сейчас Танцующий медленно, джаз Напиши мне в личные, Что-то неприличное. На твои наличные Я куплю пожар. Я сегодня в кружевах, Вижу твой вопрос в глазах, Самый мой большой секрет, Что ответа нет. Запомни по стонам меня Из лучших не нужная я. Запомни меня, как сейчас Танцующий медленно, джаз Попиши мне в личные, Кто из нас стал лишним вдруг, Замирай мысленно, А потом провал. Запомни по стонам меня Из лучших не нужная я. Запомни меня, как сейчас Танцующий медленно, джаз Запомни... Поздравляю, Лен. Лена Князева, друзья. Плестящая премьера состоялась в эфире телерадиоканала Астрана ФМ личные. Очень красивая работа, Очень крутая. Вот чуть честно тебе говорю, Искренне, как есть, Ну, мне кажется, Что ты тоже довольна, да? Я очень довольна, Очень волнуюсь, Потому что, как бы, Еще раз повторюсь, Я полностью автор этой песни. Вот, может быть, Слышала наверху там Запомни по стонам меня Вот мне все говорили, Что бэки эти очень высокие, Что они лишние, Что как бы не надо, да. В итоге мы позвали Двух вокалисток, Они справились, Они, конечно, Очень техничные певицы, Но по темпру У меня пришлось петь все самой. Конечно. И там 8 пачек бэков. Я же не представляю там кого-то Теперь другого. Знаешь, какой я вообще Маниакальный, Вообще сумасшедший маньяк, Что я придумывала пачки бэков, Ночью не спала, И люди, которые смотрят, Они видели, что я переживала там, Что сегодня там плохо бэки записали, Мне вообще не нравится, Я хочу переписать, Хочу перепеть. Потом бэки сделали неслышными, И в итоге вот с этими бэками Я очень сильно достала. А еще параллельно, Еще и придумывала Фасончик халата черного, Который в этом Сказал Александре, Что мы не могли найти халат Для клипа. Там же есть, Что я сегодня в кружевах, Вижу твой вопрос в глазах, И что черный шелковый наряд, Сад с козлет с плеча. И вот этот черный шелковый наряд Я поняла, что я не могу найти нигде, И я его придумала сама, Купила, сходила шелк в магазин, Отнесла портной, Объяснила, какое должно быть кружево, Какое должно быть вообще фасон, И мне сшили халат по моему эскизу, Потому что я не нашла того, Что мне подошло. Поэтому я просто уверена, Что нет. Бэйки и мастерство наше все. Складывается впечатление, Что нет ничего вообще на этой земле, Того, с чем бы ты не справилась. Просто если ты маньяк, То ты пока все не сделаешь, Как вот ты видишь. Знаешь, вот я понимаю режиссеров, Которые говорят, Что я увидел картинку, И вплоть до мелочей ты знаешь, Как это должно быть. Вот у меня так же, Я вижу картинку в целом, Я как бы хочу очень донести До своего слушателя, зрителя, Которого я люблю, Которого я уважаю. Я пока не сделаю, Как это должно быть, Я не могу просто, Что мне это не дает ни спать, Ни есть, Ни жить в согласии с собой. А песня тоже тебе сразу слышится? И слова, и музыка? Вот в этой песне были сразу у меня припев. Причем я отмахивалась, Думала, да нет, Что это такое, Запомни постонный меня, Ну что это, Люди не поймут, Там, не знаю, Никому не понравится, Что-нибудь услышат, Что там, Что чего и не было, Там как-то, не знаю, Будут обзываться, Не примут, И отмахивалась, И в итоге на месте Не давала покоя. Потом у меня появился Первый куплет, И на студии буквально, Когда уже мы дописывали, Я уже записала второй куплет Сама вот на студии, Прям при продюсере, С вами при Лене Величковском, Мы вот, собственно, На студии дописывали Прям вот на коленке. Ну и завтра, конечно, Первый сентября, ребята, Хочется напомнить еще раз, Улина, сольный концерт. Как это, ну, площадка «Высота», да? Это площадка называется «Высота», Парк Победы, Площадь Победы, дом 3Б. Я знаю, вот сейчас мне написали, Что все столы уже выкуплены. То есть уже не попасть, получается? Ну, можно просто прийти. Вообще вход свободный, Но люди заказывали столы. Потом приходите все, Кто будет просто ходить и гулять рядом. Ну, у тебя наверняка, может быть, Будет прямой эфир в Инстаграм, Где-то в соцсетях. Я, наверное, не буду делать, Но будет съемка, Потом мы выложим красиво. Потом будет красиво все, конечно. Потому что это очень отвлекает, На самом деле. И я хочу просто дать тем людям, Которые придут, Что-то такое большое, важное, Что есть у меня в недрах, Там, души как-то достать И просто подарить им. Ну, будет, конечно, личная песня. Личная обязательно. Надеюсь, что мы ее, конечно, споем, И не раз. И, собственно, вообще, Программа называется «Личная». Программа у нас на час двадцать. Это полностью живой состав музыкантов. Самая лучшая моя песня, Которую я писала сама и не сама. И ключицы будут из сегодняшнего дня. И новые песни, которые я написала, Одна из которых называется «Лезвие», Про контроль меня спрашивала. И это же нет в аранжировке, Хотя мне уже пишут с радио, Станции разных. И спрашивают, А нет ли у нас ремиксика какого-нибудь ненужного? А у нас не то, что ремиксика, У нас нет даже аранжировочки на этой песне. Я вот только ее написала. Мы тогда тоже тебе заявочку на окушнику сразу подадим. Я очень, я с удовольствием хочу прийти Ваш концертный зал. Я слушаю, смотрю. Очень люблю телерадиоканал «Страна ФМ». И я прям ваш такой преданный, наверное, зритель. Лен, спасибо тебе большое. Поэтому я хочу быть и по ту сторону экрана. Спасибо огромное. Поэтому я приду и сыграю программу, Я думаю, что еще не раз. Леночка, ну завтра в нашей стране Не только твой концерт, И главные события. Завтра еще и 1 сентября так совпало. Да, все совпало. Узнание. Вместе. Линейки. Школа. Ну, у тебя в школе, как у отличницы. Я была красным дипломом. Да, с золотой медалью. Какие воспоминания? Тебе легко давалось все в школе? Все как-то очень тяжело было, Потому что я всегда шла с опережением. Я понимала, что мне нужно очень сильно постараться, Чтобы выбиться в люди. Я из очень простой семьи, Из очень маленького города. Приехала из города Димитровграда, Откуда вот Сережа Жуков. Я училась в музыкальной школе его мамы, кстати. Вот, и поэтому я понимала, Что мне нужно не просто хорошо учиться, Мне нужно на 10 порядков лучше учиться, чем все. Хотя у меня была очень сильная школа, Это гимназия, она единственная в городе. И у меня был очень сильный класс. И моя золотая медаль, она, конечно, абсолютно заслужена. Я как бы чиста в моей совести перед одноклассниками, перед собой. К сожалению, мы ни с кем не общаемся. Так получилось, что все как-то разъехали, разбежали. Кто-то поступил в Самару, Кто-то в близлежащие города. И вот я поступила в МГУ сразу же, После школы, без папы, с мамой. У меня не было ни богатых родственников, Ни мужа в 17 лет у меня не было никого. Я приехала одна в Москву, без мамы даже. Да, поступила на филфаком Гором Гером. И я счистлюсь по диплому Преводователь румынского и итальянского языков. Фантастически. Ну, ты практикуешь это все, да? И румынский, и итальянский? Ну, я румынский практикую немножко в песнях. Вот на уровне там, не знаю... В рейсы плеч дар нума-ну-ма-и, Нума-ну-ма-и, Нума-ну-ма-ну-ма-и. Кстати, у нас солист Амазона... У нас еще никто на румынском не пел в студии. Вот. Я первый человек. Да, покрасивший. Очень люблю вообще... У них очень сильно музыкальная культура, музыкальный рынок. И мы с солистом Амазона записали даже мой первый дуэтный трек, который назывался «Сердце» с Торсением. А у тебя есть еще французская артистка? С Изой Фюре у меня есть тоже. Мы ездили на гостуле во Францию. Как раз когда там были страшные события, все эти теракты начались. Да, это было такое год три назад. Мы очень дружим до сих пор с семьями. Она в Москву приезжает скоро. Мы встречаемся, прям общаемся. У нее двое детей. У нее замечательная, красивая, талантливая, очень творческая семья. Да, с кем только что-то у меня не было. И с Изой тоже мы поддерживаем очень теплые отношения. Ну, пока еще не подумывала, с кем хочется исполнить дуэт? Мне хочется, чтобы мое творчество было таким самодостаточным, потому что вот даже в личной, я не представляю, ума не приложу, с кем можно было бы сделать даже дуэт. Не-не-не, конечно. Только не в этой песне, ни в коем случае. Мне тоже кажется, это не надо трогать. Она очень такая цельная, такая круглая. Последний дуэт, который мне очень нравился, это с лок-догом. Песня называется «Вино», завтра буду петь ее на концерте. Это, наверное, вот со всю мою историю самый любимый мой дуэт. А лок-дог тоже будет? Лок-дог не будет, нет. Он тоже на кастролях. Он безумно востребованный и занятый артист. Но песня как бы живет. Она очень любима, уже года три ей. Я постоянно пою и за лок-дога, и за себя. Мы, кстати, вместе работали на его концерте. У него есть такая песня «Слюня», которую я пела вместе с ним тоже. То есть он вместе пел со мной мою песню, и вместе с ним его. Как бы такое вот творчество у нас взаимное. Ну а в целом, Леночка, у тебя на осень какие планы ближайшие? Ну я сейчас пока вот поезжу, поработаю с музыкантами концерта. Я очень много уже сделала в этом году. Уже выпустила духи. И мне нужно заниматься ювелиркой, заниматься творчеством, писать новый материал, который у меня очень много. Они доработаны на уровне личных. Есть припев, есть первый куплет, нету второго. Нужно просто сесть на студии, закрыться от всех, и как-то вот посвятить время себе, тишине, послушать себя и написать новый материал. У тебя все получится, в этом даже кто не знает. Я забыла сказать еще. Пожелай, что пусть даже ты сама себя удивишь результатом. Я забыла сказать, что я еще снимаюсь в небольшом кино. Вот! Валерия Гайгерманин. Да что ты! Я забыла совсем, правда. Мы перед премьерой будем ждать тебя тогда. Да, да, я приобретаю обязательно. Лена Князева, друзья, у нас сегодня была в гостях. Завтра сольный концерт у Леночки. Все подробности есть в соцсетях. Да, приходите. Еще раз сейчас померю, спасибо огромное. Ты потрясающая, мы любим очень. Спасибо, очень приятно, очень приятно. И всегда ваша, и делка ваша. Спасибо.